Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Почему в книге Царств при строительстве Дома Господня в мельчайших подробностях описывают украшения этого дома? Какое это значение имеет для меня? Галина, дорогая, естественно, когда Господь давал все эти точные указания, то ими пользовались для того, чтобы построить Дом Господень. Если бы этих указаний не было, то Дом Господень, пожалуй, не был бы построен. Какое для нас это имеет значение для вас, в частности? У вас любви к благолепию Дома твоего, говорит пророк Давид. И мне кажется, что какое-то чувство любви к Божьему Дому, пусть он уже и разрушен давно, и уже да и не в храмах рукотворенных живет Господь, как он сам говорил в Самарянке, должно быть. А практическое значение следующее. Ну, во-первых, читая о бесхозаветном храме, ты можешь представлять его как угодно, но вот подобные уточнения дают возможность не ошибиться в наших представлениях. А во-вторых, там описывается, как Господь повелел на стенах храма изобразить разные орнаменты, фирувимов, о том, как над Ковчегом Завета им были благословлены изображения, скульптурные изображения двух ангелов, которые крыльями своими распростерты друг к другу. И когда нам протестанты говорят, Господь запретил любое изображение, не сотри себе кумира, то можно перепомнить книгу Левит, книгу царств, где Господь прямо благословляет делать изображение не просто в храме, а непосредственно в самом святом месте храма, куда лишь раз в год мог заходить священник, окропляя его жертвой на кровью и умолчание кодяфамиамом. Там находили самые святые для Израиля вещи в этом Ковчеге. Жезл, Аарона, Мана Небесная, Скрижа Лизавета. И здесь были изображения ангелов. И мы тоже изображаем ангелов, представьте себе. Да, символически, потому что это бесплотные духи. Крылья символизируют лишь быстроту исполнения воли Божией, а не то, что действительно у них там перышки какие-то за спинами находятся. Но мы не молимся этим изображением. Мы молимся перед ними. Мы их почитаем, но мы не преклоняемся перед ними, не поклоняемся им. Ибо поклонение достойно только лишь Господу Богу. Иконы чтим. Вот можете использовать эти мельчайшие подробности, которые описывают украшения Дома Господня в любой полемике с теми, кто пеняет нас иконопочитанием. Да, проблем намного глубже и многограннее, и вам нададут какие-то свои аргументы. Но помните, что не безусловно запрещены изображения даже в Храме Господнем. А почему мы изображаем Господа Бога? Потому что, пусть хоть Бог, Отец, и не видим, Яху Ветхого Завета не был видим никому. Он являлся пророком, раз только что в дуновении, в легком дуновении ветра. Но Сын Сущий в лоне Отчим, Он явил нам Отца. И поскольку воплощение возможно запечатлеть, изобразить, то мы изображаем Бога. Только поэтому. А Бога Отца не изображаем. Если вы видели где-то изображение Бога Отца в виде старца Ветхого Деньми, то знайте, что это запрещено и Седьмым Вселенским Собором, да и Стаглавым Собором Русской Православной Церкви. Но это уже другая тема. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok